Молодец, 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 умница, спасибо большое, молодец, просто держал ее, под нее здесь подлез, молодец. Вот видите, дорогие друзья, у нас такие здесь замечательные и теплые отношения у всех, вы видите сейчас, юг Ковагучи, все поздравляют весь зал с днем рождения, Александр Георгиевич Горшков, президент Федерации фигурного катания, поздравил ее только что, вы слышали, великолепнейшая совершенно программа. Сейчас вот просто у нас, можно сказать, на наших глазах здесь происходит обмен впечатлениями, потому что действительно произвело впечатление их катание, элементы и постановка, и музыка. И мы поздравляем ребят, конечно, ждут их сейчас корреспонденты наши, мы обязательно с ними поговорим, возьмем интервью. Поэтому вот буквально две секунды, и Юля Артемьева уже готова поговорить с Юкой и с Сашей, и узнать, собственно говоря, их первые впечатления о том, вот как они прокатали эту программу. Мы с Татьяной Анатольевной в восторге, на самом деле, действительно, все в восторге. В восторге от того, что они вышли. Вы не представляете, после каких операций, после таких операций люди погоду не ходят, что она вышла. И они вышли мастера. Понимаете, это мастера парного катания. У меня даже слез. Готовы наши уже фигуристы и наш корреспондент. Давайте послушаем. Давайте их послушаем. Да, действительно, Иоланна, только что Юка и Александр оказались рядом со мной. Мы вас поздравляем с отличным прокатом и с днем рождения. Хороший, наверное, подарок получился к празднику. Да, у меня самый хороший праздник сегодня. Я себе подарила подарок и, наверное, всем подарила подарок. Зрители просто были в восторге. Зал шумел, как никогда, мне кажется, на этом гран-при. Порадовало это? Вообще в Москве и в России на всех этапах гран-при, которые проходят чемпионаты России и кубки, очень хорошо принимают зрители. Не только нас, вообще всех спортсменов. И большое спасибо всем болельщикам, которые пришли, поддержали российских спортсменов и, в частности, нас. Спасибо большое. Очень была нежная, глубокая, мягкая композиция. Вот если бы вы сами ее описывали, о чем она? Это композиция как раз о невозможной любви. Когда два сердца стремятся друг к другу, но быть рядом не могут. Но в конце концов они побеждают любовь. То есть в конце все хорошо, да? Да. Да, уверенно, сказала Юг, и мы передаем слово обратно в студию. Ну что ж, действительно, главное в этой ситуации это хэппи-энд. Правда, Татьяна Анатольевна? Нет, самое главное, что они поверили опять в себя. Что Тамара Николаевна сдюжила такую колоссальную работу. Восстановила их, соперировала, восстановила, научила много новых элементов, на которых и стоит прогресс фигурного катания. Новые поддержки, феноменальные поддержки. Особенно последние, сложные. И до этого были поддержки. То, что они сделали сегодня тройной луч шпагат. Ведь у нее рука, понимаете, это огромное достижение. Там есть еще над чем работать. Нам всегда есть традиции. У нас уже готово оно, потому что очень интересно и их мнение о своем выступлении тоже послушать. Давайте. Катарина Александровна, ну, довольны, судя по вашим улыбкам. Все прошло достаточно хорошо, за исключением небольших помарок, да? Да, мы очень рады прокатам, потому что, наверное, первый раз удалось избежать падений и серьезных таких ошибок. Наконец-таки выглядела программа целесная. Мы показали уже более скатанное катание, поэтому мы довольны. Абсолютно согласен с Катариной. Вы всегда абсолютно друг с другом согласны? То есть у вас прямо такое единство мнений? Да, мы же пара. Катарина, ну, вот, в общем-то, полгода, да, в паре, и уже такие хорошие результаты. Ну, я этому очень рада. Но есть к чему стремиться. Мы будем стараться кататься лучше, еще более доставлять больше удовольствия нашим поклонникам. Исполнять более сложные элементы. Это все впереди. Зрители вас хорошо поддержали? Кто за вас болел? Здесь, я думаю, весь зал за нас болел. Было безумно приятно. Спасибо им огромное. Это по-настоящему заряд энергии. Кто-то, может быть, из родственников приходил, нет? Нет, из родственников нет, но из друзей. Очень много было людей. Спасибо большое. Поздравляем. Спасибо. Ну что ж, молодцы ребята. Мы поздравляем. Очень интересное было соревнование. Но у нас впереди девушки. И там не менее интересное. Нас ждет, да, соревнование. Потому что не у всех все получилось в короткой программе. И сегодня тот день, как вы любите говорить, Татьяна Анатольевна, тот день, когда есть шанс. И надо использовать вот этот момент, да, для того, чтобы себя показать. Что вы думаете? Что нас ждет? Я думаю, что шанс всегда нужно использовать. Я думаю, что нас ждет соревнование. Никто ничего отдавать не будет. Сегодня девочки утром тренировались и очень, по-моему, были серьезно настроены. Потому что вот это вот, да, состояние, когда есть произвольная программа, есть фансы. Ну, понимаете, американкам тяжелее. Вообще американцам, вот то, что мы видим по... Им здесь тяжелее кататься, потому что очень большая разница во времени. Идет 8 часов акклиматизации. У них сейчас рано утром. Вот как раз нам показывает кадр разминки. Ксюша Макарова, конечно же, пытается, будет пытаться тоже, да, исправить вчерашние ошибки. И есть на это все возможности. Думаю, что будет очень интересно. Алене, наверное, сложно, да? Вот мы говорили здесь с вами, Алена Леонова, недавно приехала из Америки. А кому легко? Думаю, что, да, есть проблемы с акклиматизацией. Но это не рассчитали, это надо было подумать с тренером, как вы считаете? Ну, у них есть тренер, у них есть... Есть же возможности, там, жеребьевки. А сейчас очень сложно с этим. Как тебя прожеребит, как мы говорим, знаете, как и суть тебя поставит. Но зато есть Сонечка Бирюкова, которая очень нас вчера порадовала первым номером, да, очень хорошо откаталась. И она тоже претендует, в общем-то, да, на лучшие места сегодня, если все удастся. Ну, почему, мы должны любить всех, кто у нас катается. Мы обожаем, конечно. Мы обожаем. А уж Сонечку Бирюкову, а ее тренера, просто обожаем. Мы тоже желаем. Обожаем Бирюкову Волшкову, да, и желаем всем. Да, мы за прорыв. Мы за прорыв. Сейчас такое время, что нужен прорыв. Нужно прорываться. Ну что ж, на этой оптимистической ноте мы вас на время покинем. У нас реклама, а потом девушки выйдут на лед. Будем продолжать.